еще раз здрасте дорогие друзья мы продолжаем проходить broken sword пока этот коп или полицейский пьеса винишко а мы как вы помните должны поехать в испанию графини так что-то почему-то у нас музыка не прекращается так щас назад так вроде закончился глюк да отлично да поменяйся музыка и но ну что с нами будет разговаривать садовник нет да ра 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 на классная музыка тарара привет локос как вам мой фокус сеньор стопбард как я вас рад видеть как у вас дела? хорошо спасибо графиня внутри? она вас ждет я провожу спасибо я знаю дорогу сеньор стопбард я чувствую что я вам должен должен попросить прощения не стоит я был невежлив с вами при нашей первой встрече послушайте локос забудьте это я сюда пробрался как торговец смейным ядом на вашем месте я тоже бы мне не поверил вы не понимаете находка чаши наполнила жизнь моей госпожи смыслом замечательно она улыбается она смеется торговцы советуют ей поехать в просак итак графиня думает что проклятие снято я не акцентировал бы на этом внимание находка чаши подтвердила догадку про то что тамплиеры никогда не покидали дэвас консалоса для моей госпожи это много значит окей так 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 ладно увидимся позже лопес адьос сеньор стопбард адьос адьос омигус так вот так то лучше так над раковиной висела маленькое зеркало да 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 а ну ладно сеньор стопбард рада вас видеть присаживайтесь привет графиня мои поздравления я принес назад ваш кубок ого вы его и почистили да я повстречался с услуживым священником вы уже разгадали тайну тамплиеров нет пока нет я даже не знаю что мне еще предстоит пережить существует много рассказов о люцарях которые прячут свои богатства во всяком случае мне бы не хотелось чтобы это досталось плохим ребятам ах быть молодым и жить в мире сплошной морали я обнаружил в этой чаше нечто странное в париже я был в церкви в которой мне объяснили что на ней изображено я нашел могилу дон карлоса де восконцелоса вы в этом уверены это не ошибка изображение рыцаря на чаше совпадает с изображением на могиле невероятно примите мою глубокую благодарность я должна съездить туда в ближайшее время да я с удовольствием покажу вам город так также я обнаружил надпись на гробнице дон карлоса слова из библии какие слова сеньор стоппорт псалмы тридцать второй седьмой коринфиане я не ученый и не знаю на память эти главы и строфы на память я имею ввиду это цитаты вы знаете я забыл спросить у священника так я пока что осмотрю здесь с вашего разрешения мой дом ваш дом я пока остаюсь здесь так по моему надо книжку взять если мне память не отшибает чтоб она продублировала главы так так ага по моему сюда все ты взял это была испанская библия позаимствованная мною в мавзолее ну давай ей принеси ё-моё стоп да сначала попробуем ей отдать ну давай братан не тормози сникерс не давай да ё-моё так давай поговорить с ней снова здравствуйте можно я присяду пожалуйста будьте моим гостем вот библия из мавзолея так приступим первое обращение псалом тридцать второй стих седьмой ты моё пристанище ты укрываешь меня от беды твоё укрытие поёт мне песнь про спасение моё пристанище не обольщайтесь скорее всего это приведёт нас опять к тому месту где был найден кубок вы конечно же правы дальше окей откровение Иоанна послание четвёртое стих одиннадцатый Иоанна послание четвёртое стих одиннадцатый здесь исток глубок следующий быстрее окей окей письмо каринфианам глава четвёртая стих пятый вот она и воля его всё тайное сделает явным что-то ещё да снова псалом спаси спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов услышав избавь меня последнее непонятно львы единороги что это значит я тоже не понимаю самые значимые места это убежище и глубокий источник мавзолей это точно не глубокий источник сеньор стоппорт а здесь есть где-то подземный источник я не знаю я полагаю что был когда-то лопус это человек который знает все о поместье так ладно я пока что осмотрю здесь с вашего разрешения мой дом ваш дом я пока останусь здесь окидоки так интересно а можно сейчас эту хрень сделать сейчас посмотрим давай столби так ну во первых нам нужно взять палку палку и что теперь здесь неоткуда снимать воск чувствуя себя полным идиотом я потянул за нее снова и что теперь здесь неоткуда чувствуя себя так подожди и так и так давай все молодец так сейчас горела ярко но всего пару минут какой то особенный состав пожалуй хватит об этом думать сложная искусно вырезанная в камне картина это должно быть ключ окей так ключ то мы взяли так но теперь садовником по моему нужно поговорить привет лопес есть минутка конечно сеньор чем могу вам помочь вы наверное знаете все про это место я прослужил дэвас кунцелосом всю свою жизнь вы не знаете здесь есть где то поблизости какой то источник источник си сеньор это должно быть и в укрепленной части виллы как же можно выдержать осаду без воды отлично где это если б я знал источник закрыли еще в прошлом веке он был опасным и вы даже не представляете себе где это место нет его спрятали еще во времена моего деда но у вас должно же быть хоть какое то представление о его месторасположении это должно быть и где то во дворе старого дома здесь окей как же мы его отыщем должен быть выход дайте мне подумать возникли идеи мы ищем источник воды си да из поколения в поколение жители деревень в Испании маскировали источники с водой даже если они находились в метрах от поверхности земли а вы говорите о волшебной палке для поиска воды эх вы берете палку и на том месте где она начнет дергаться и надо копать о вы это слышали да так ищут воду на всей планете окей давайте поищем у на момента это должна быть особая палка орешник игрообразной формы правильно а здесь растет орешник си здесь это орешник идем отрываем палку тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Привет, Лопес. Есть минутка? Конечно, сеньор. Чем могу вам помочь? Ну, теперь у меня есть волшебный пруд. Что дальше? Проще простого, сеньор. Держите пруд за раздвоенный конец. Сожмите в руках кончики пруда так, чтобы чувствовать его малейшее колебание, и медленно обойдите это место. Звучит довольно просто. Да мы никогда не найдем этот источник. Звучит. 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 Синьор, стоп! Синьор, вы... вы нашли что-нибудь? Есть! Здесь лежит тайна тамплиеров. Спрятана здесь сотни лет назад, скрытая от человеческого глаза. До этих пор тайна разгадана. Да это же консервная банка. Я ходил здесь туда-сюда с этой веткой, чтобы достать консервную банку. В ней была вода. Наверное, поэтому волшебный прутик среагировал. Следовало бы спросить совета у археологов, но я подумал, что это оставили не тамплиеры. На самом деле, синьор Стопбарт, этот газон разбили много лет назад. Это было где-то во времена Наполеона. Избавьтесь от этого. Лопес сильно бросил банку. Казалось, что она упала ужасно далеко. Брызги подтвердили наши догадки, чтобы не провалиться на этом месте. Это было здесь все это время. Все эти годы, и никто этого не находил. Мы стояли молча, восхищаясь этим зрелищем. Так бы и я мог провалиться. Так. Источником перестали пользоваться десятки лет тому назад. После полуденного зноя, воздух здесь казался прохладным. И я покрылся гусиной кожей. У меня очень, очень плохое предчувствие. Бывает. Так. Издалека голова льва выглядела внушительно. Чуть ближе она пугала. Ого! Один из клыков снимается. Я услышал, как большое количество камней пришли в движение. Я понял, что я в опасности. Забавно, забавно. Очень смешно, телепат. Сеньор Стобар! Сеньор Стобар! С вами все в порядке? Все хорошо, Лопес. Я в порядке. Гуисус Томихазада! Вы меня напугали! Неплохо задумано, тамплиеры. Так. Ищем. Я понял, что я мог использовать мировой, чтобы облаковать свету. Свет. Никто не спорит. В этом плане. Теперь я знал, что искал. На поиски у меня ушло всего несколько секунд. Вот он, этот патрон. Такой гладкий и идеальный. Как будто его вкрутили только вчера. Так, это значит, это надо использовать, что ли? Я слегка в кастрюлю в кастрюлю. Были кнопки, которые облакали дайлы. Ага. Такс. Понятненько. Я как пройду эту головоломку, мы, в общем, продолжим. Так что не прощаемся, дорогие дамы и господа. В общем, сейчас, вроде бы, если последнее это, то должно быть все пройдено. Так что приступим. Перед тем, как покинуть это место, нужно было еще кое-что сделать. Графине больше не понадобится этот замененный кусок. Я нашел его вместе с детьми. Может быть, вы хотите побыть одной? Стой, я буду в саду с Лопесом. Джордж, как съездил? Заходи, Джордж. Рада видеть тебя снова. Правда? Конечно, что ты обнаружил в Испании? Без Андрея у нас бы ничего не получилось, Джордж. Да, я знаю. Ключ вел в подземную палату на дне колодца. Тамплиеры оставили мозаику с изображением шахматной доски. Клеткам не было счету. На полотне был изображен бегущий ручей и тамплиерский рыцарь на коне. Это о чем-нибудь говорит тебе, Андрей? Нет, ни о чем. Может быть, мы расскажем, Андрей, об остальных твоих находках, Джордж? Это карта и латинская надпись «На запад, на краю света». Джордж нашел их в пещере в Сирии. Да, где меня чуть не убил ассасин. Еще мы обнаружили изображение казни Жака де Мале на костре и дату – 1314 год. В окне церкви на площади Мафасон – одно из мест, где меня чуть не убили. У нас есть изображение церкви, которое Джордж нашел на раскопках. Там тебя никто, по-моему, не пытался убить, Джордж. И, наконец, в Испании мы обнаружили рисунок. Надо ли мне упоминать, что и там меня чуть не убили? Пока нет, но к тому идет. Только мои кошачьи рефлексы спасли меня от верной смерти. Кошачьи рефлексы, говоришь? И вот, когда я рисковал жизнью и душой, где был ты, Андре? Отколупывал стекляшки с этрусских вас? Хватит, мальчики. Может, вернемся к спасению мира? Конечно. Мои извинения. Он первый начал. Ладно. Латинская фраза – это слова Юлия Цезаря. Он описывал остров Британию. Ты уверен, карта не очень напоминала Британию? Интересно. Почему Цезарь считал Британию краем света? Для римлян Средиземноморье было центром вселенной. Британия была отдаленным, недружелюбным местом, населенным разрисованными дикарями. Но она не очень изменилась. Они перестали себя разрисовывать. Кроме тех случаев, когда идут на футбол. Они использовали эстракт растения и сатистингтойя. Шотландцы использовали его до недавних времен, воюя с англичанами. До недавних времен? Я что-то не слышал, чтобы шотландцы воевали с англичанами. О каких временах ты говоришь? Я знаю, что люди Уильяма Уоллеса использовали его в 13 веке. Они могли использовать его вплоть до... Ты что, не можешь вспомнить? ...1314 года. О, снова этот год. Андрей, что это? Что это значит? 1314 год. Шотландия. Битва Прибанна к Берне. Это объясняет ручей на шахматной доске. Так вот, что значит Берн. Как в Банна к Берне. Точно, Джордж. Картина проясняется. Традиция утверждает, что шотландцам помогали ударные силы... Догадайтесь, чьи? Тамплиеров? Да. Группа беглых тамплиеров. Они, говорят, принесли шотландцам победу. И все это кончается церковью. На острове Британия, в Банна к Берне, в церкви. Чего же мы ждем? Я вызову такси. Я не могу пойти. Андре, ты оказал нам огромную помощь, но... Джордж хочет сказать, что ты не должен менять себя. Я? Мы понимаем, ты совершил ошибку. Слушай, надо спешить. Поехали, Джордж. Там посмотрим. О, и не беспокойся за нас. Так, дорогие друзья, здесь сделаем паузу. И если что, вернемся. Секунду. В общем, я думал, что получится сделать паузу. Но... Не получилось. Так что, продолжаем. Простите. Она, наверное, глухая. Да, дорогуша. Вы не знаете, когда мы прибудем в Стирлинг? Без четверти шесть. Но мы опаздываем на восемь минут. Вы хорошо знаете Стирлинг? Да, это так. А вы, голубки, куда направляетесь? Да, мы... Единственное место, которое мы планировали посетить за выходные. Намерены посетить замок? Я уверена, что это аккуратное местечко. Но мы не интересуемся историей. Не правда ли, Джордж? Нет. А в Стирлинге нет церкви святого Нинеаноса? Да, есть. И я знаю, зачем вы это спросили. Неужели? Конечно. Это очевидно, что вы любите друг друга. Вы сбежали от родителей. А говорят, что в этом мире уже нет романтиков. А что за книгу вы читаете? О, да. Я приобрела это на станции. Исторический детектив. Неплохо написано для такого жанра. Это довольно старое издание. А как называется книга? Про делки кривого рыцаря, Молли Пигрэм. Я предполагала, что автором была женщина. А оказывается, нет. Его настоящее имя... Профессор Найджел Пигрэм. Правильно. А вы его знаете? Нет, никогда его не встречал. Джордж его большой поклонник. Так. Куда ты идешь, Джордж? Сказать тебе по буквам? Что ты меня подкалываешь? Если идешь отлить, то так и скажи. Окей. Я иду отлить. Отлить. Ваши билеты, пожалуйста. О, здравствуйте. Это стандартный полный билет. У вас есть железнодорожная карточка абонемент? Нет, я редко езжу в поездах. Мой билет в порядке? Ну, да. Но вы бы смогли сэкономить треть суммы, которую вы за него заплатили. Я не собираюсь экономить на такой чепухе. Вы забавная пташка, чтоб не провалиться. Ваши билеты, сэр. Вот. До стирлинга? Да. Надеюсь, вы останетесь довольны путешествием. В это время года это место выглядит жалким. Хотя там есть много пивных, и с вершины крепости открывается прекрасный вид. Спасибо. Мне не хотелось тебя тревожить, но в этом парне было что-то знакомое. Ты уверен? Ты просто устал. Скорее всего, ты ошибся. Возможно. Но мне не понравилось, как он на тебя смотрел. Ты можешь сидеть спокойно, Джордж? Мне надо в сортир. Когда будешь идти туда, загляни в вагон-ресторан, Джордж. Невероятная мысль. Я так голодна, что готова питаться английской кухней. Окей. Мочится, поезд опоздалый. Только не это. Это был гангстер из отеля, Гвидо. Ну, я не испугался. Эй, ублюдок! Здесь мне курят. Ну ладно, может он все-таки меня напугал. Уже и быть не может. Я внезапно вспомнил, на кого был похож проводник. Убийца Экланда Марквитар. Погнали назад. Не следовало бы оставлять Нико с этой старухой. Внезапно мысли о поисках меча бафометов отошли на второй план. Сначала надо найти мою девушку, которую я люблю. Внезапно мысли о поисках меча бафометов о поисках меча бафометов о поисках меча бафометов. Я его располкаю, когда подъедем в Нью-Кассел. Да мы проехали Нью-Кассел полчаса тому назад. Хе. А я не заметил. Да уж, лол. Вы не знаете, куда ушла женщина из соседнего куфе? Нет, дружок. Не видел. Ты что, ее потерял? Она исчезла. Старушка тоже. Мне кажется, что они попали в неприятность. Как? И старушка тоже? Да, вы должны мне помочь. А может, они вышли в туалет? Я так не думаю. Они никогда не ходят по одному. Только по парам. Нет, ее посчитали, я уверен. Я должен отправиться ее искать. И что же тебя держит, дружок? Проводник. Он не тот человек, за которого себя выдает. Ты хочешь ее убрать? О чем ей речь? Не вижу препятствий. Так. Еще увидимся. Эй, не делай этого. Не прыгай. Я и не собираюсь прыгать. Я хочу лезть на крышу вагона. Да ты ходишь. Ну, смотри и учись. Алло. Привет. Ты простудишь? Ха-ха-ха. Так. Да, вот тут сохраниться можно. Так что отсюда начнем. И посмотрим, кто похитил Ника. Так что... Всем... Не прощаемся. Так что с вами Денис. Ждите. Ну что, друзья, продолжаем. Уже почти финал. Так что... Поехали. У меня всегда была мечта дернуть стоп-кран. Теперь мне представился случай. Вы спасли нам жизнь, но почему? Мы всегда стояли на одной стороне, стобард. Мы преследовали разные цели, но у нас были общие враги. Рыцари-тамплиеры? Не говори так. Настоящие тамплиеры были благородными людьми. Эти варвары не смеют так себя называть. Эти люди хуже псов. А за что борются нео-тамплиеры? Что значит меч Бафометов? Не то, что ты думаешь, мой друг. Да, это оружие. Но нашим врагам будет не так-то просто им овладеть. Двуручный меч. Это сила, которая старше Малея и Соломона. Мы их остановим, вы и я, вместе, и Нико. Нет, Джордж, мой путь скоро закончится. В саду под названием Рай. Ты говоришь глупости. Просто скажи, что ты сдаешься. Меч символизирует колоссальную энергию на пересечении естественных силовых полей земли. Она сконцентрирована в Санкт-Ни-Ниансе. Эта энергия наделяла тамплиеров властью, что и делала их великими. Эта власть помогла им расширить их влияние. Они могли контролировать волю окружающих. Да. Как вам удалось выбраться из головы быка? От скалы до деревни. Большое расстояние. Стомбард. К счастью, я знал секретную тропинку. Ээээ... нет. Да хранит вас Аллах от наших врагов. Спасибо. И последнее. Что? Что вы хотите сказать? Он мертв. Да. Не беспокойся. Я о тебе не забыл. Быстро движи меня. Джордж Соппорт. Я это сделаю, когда освобожусь. Это несправедливо, Джордж. Нет. Ты пользуешься тем, что у меня связаны руки. Когда Эквунд направил на меня пистолет, я подумал, что мне конец. Я как раз думаю о тех вещах, которые я хотел бы сделать. И поцеловать тебя мой первый пункт в этом списке. Джордж! А? Джордж! Нам надо выбраться с этого поезда. Эквунд может очнуться в любое время. Ну, так чего же мы ждем? Что ты делаешь? Выбираюсь отсюда. Только не через эту дверь. Или ты хочешь закончить как форточка? Все, что от него осталось, сейчас возвращается в Лондон. Надеюсь, у него был билет в два конца. Я чувствовал бы себя увереннее, если бы имел при себе пистолет. Хан дал мне кое-что. Что? Свою сумку. Грандиозно. Если мы напоримся на каких-нибудь убийц, то надаем им хороших тумаков. А оружие у него какое-нибудь было? Ты о нем и половины всего не знаешь. Его сумка заполнена С4. Вау! Что же ты сразу не сказала? Теперь-то мы им покажем. А что такое С4? Пластилин, Джордж. Будем выстилать им нашу дорогу к победе? Два килограмма пластиковой взрывчатки. Правда, детонатор сломан. Не беда. Купим коробок спичек. Ничего не выйдет. Требуется маленький взрыв, чтобы вызвать большой взрыв. Тогда от него немного пользы. Что означает этот знак? Видимо, во время гражданской войны в Англии в середине 17 века это место использовали в качестве оружейного склада. Да? И что же случилось? Посмотри внимательно на окрестности. Что ты скажешь? Случайная искра. Угадал. Только башня не уцелела после взрыва. Надеюсь, взрыв не уничтожил меч Бафомета. В самом деле? Я надеюсь, что да. Ага. Ну ладно. Так. Тут прикольчик будет. Я поискал и нашел в груди мусора старую поломанную глиняную трубку. Под одним камнем я нашел металлическую монету, которая позеленела от времени. Так. Я измазался в грязи, но нашел маленький выступ и шпиндель. С необыкновенным удивлением я почувствовал что-то между пальцами. Это было что-то маленькое, тяжелое и черное. Это был пластмассовый колпачок от ручки. Хм. Я ничего не нашел. Хорошо. Ручка легко поддалась. Большое колесо стало вращаться. Черт! Ручка выпала у меня из руки. Теперь без ручки мне составляло труда привести в движение бугорок и шпиндель. Нико? Ага. Что ты делаешь? Стараюсь заучить эту надпись. Ты можешь ее прочесть? Нет. Я пытался его толкнуть, но не особо удивился, когда ничего не вышло. Так, сейчас будет прикол. Выступ соскользнул прямо в глазницу. Раз. Два. С грежетом металла по камню я аккуратно установил второй глаз. Так. С глиняной трубкой во рту он был счастлив и был похож на дедушку. Что ты можешь сделать, Джордж? Проверял, нет ли во рту демона какого-нибудь секретного механизма. Может, следовало бы оказать ему немного больше уважения? Мифическому средневековому демону не смеши меня. Хм, окей. Продолжай в том же духе. Лезь к силам, которых не понимаешь. Разбуди гнев демона и вечно гори в аду. Хм, очень я испугалась. Ха-ха-ха. Вообще выглядит забавно. Йоу, пиплы. Я Боб Марли, я курю трубку. А вы не знали? Йоу. Забавно. Так, ладно. Будем делать всё по заданию. Так. Эй, подожди. Я всунул ручку в рот демону. Она застряла. Я начал её вращать. Давай. Как только я увидел мерцание факелов, я понял, что мнимые тамплиеры опередили нас. Но где они сейчас, и почему так тихо? Так. Сохранимся. Перед финалом. На всякий случай. Слушай, я определённо слышу песнопение. Ты права. Теперь я тоже слышу. Что думаешь, они могут делать? Не удивлюсь, если отправляют какой-нибудь сатанинский ритуал. Так чего же мы ждём? Посмотри на это. Бафомет. Лабино был прав. Это место древнее даже для тамплиеров. Всё это место. Это Бафомет. Наконец-то правда. Тамплиеры никогда не поклонялись этому высеченному образу. Так же, как не поклонялись они радуге. Но, как и радуга, он символизировал для них союз с Богом, который открыл им это место. Росса. Это вероломство. Предательство. Напротив. Инспектор Росса был образцом послушания. Качество важного для настоящего тамплиера. А теперь ведите себя тихо и спокойно, если, конечно, вам дорога ваша жизнь. Братья и сёстры, мы собрались здесь, чтобы присутствовать при восстановлении меча, что был сломан. Здесь, перед лицом Господа, Бафомёт, великий магистр и рыцарь Бафомёта. Мы приветствуем тебя и выражаем свою покорность. Я приветствую тебя, хранитель ворот храма. Семь столетий назад твоё величайшее оружие, меч Бафомёта, был утрачен для нас. Сейчас мы готовы перековать его, чтобы направить против новых врагов. Мы поведём людей к новому порядку, когда исчезнут все границы. И все объединятся под Красным Крестом Тамплиеров. Джардж, мы с уважением следили за твоими бабами. Попытками остановить нам. Но ты, конечно, был введён в заблуждение нашими врагами. У нас общая цель. Сделать мир лучше. К счастью, никакой вред не был причинён. Нам нужен надёжный, изобретательный человек, как ты. Будь с нами, Джордж. Будь с нами в истинном братстве. Да, правда, постойте. В братстве? А как насчёт Марке? Как насчёт Пигрыма и Клаузнера? Вы смотрели на них, как на неудачников, а не как на братьев. Три человека мертвы, а вы ещё не отправились к чёрту. Джордж, пойми, жертвы неизбежны. Всякое великое начинание. Быть с вами? Скорее уж, видеть вас в аду. Ах, Джордж, я возлагал от тебя большей надежды. На войне, как на войне, Эклунд, кончаясь с ним. Субтитры делал DimaTorzok Так, так, какие люди. Люди, величайший детектив и его красивая напарница. Мне будет очень приятно убить вас вместе. Джордж, что ты собираешься делать? Ну же, Ника, мы уходим. Вы, глупцы, вам от нас не скрыться. Видос, останови их. Но, хозяин, порох. Этот порох времён английской гражданской войны. Ты дурак. Ему триста лет. Каким образом он может взорваться? Я думал, что всё кончено. Но Ника в последний момент спасла нас. Точнее, то, что было в её сумке. В сумке было полно пластиковой взрывчатки. Может быть. Но эта штука чуть поновее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и он мне сказали свои лучшие шутки. Ты знаешь, Ника, эта городка держит так много памятников для меня. Кафе, музыка. Субтитры сделал DimaTorzok. Скажи мне о том. Класс. Субтитры сделал DimaTorzok. И ваш парень Лобино. Да, дире Андре. Когда мы с вами встретились, когда я делал мою детективу, ты немного уничтожил, Ника. Ты и Лобино... У меня было что-то случилось, но ничего не связано с Андреем. Ага. Это было что-то из прошлого, что я должен был общаться с собой. Так что я делал с этим, и теперь это закончилось. Эй, я не говорила тебе, что-то о том, что-то старое имя Лоттери. Нет, но я думаю, что вы будете... Окей, есть старое имя Лоттери. Они были женятся forever, 50 лет. И они победили Лоттери. И они думают, что мы будем делать? Они... Вот мы и прошли Брокенсворд День Тамплиеров. Я надеюсь, вам было очень интересно. Эта история закончилась очень романтично, интересно. Вторая часть будет не связана с Тамплиерами. Она будет связана с кое-чем другим в стиле племенем Майя. Но это я вас так интригую. Так что спасибо за просмотры, дорогие друзья. Ещё открылась тут бонус. Но тут в основном создатели. Фоточки создателей зарисовки. Ника, например. Мост. Прикольный Двейн. Его жена. Официантка. Так. Создатели. Вот так. Интересно. Даже есть сломанный меч Константина возле Йоркского собора. Интересно. Так что всем, дорогие друзья, до новых встреч. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Будет интересный материал. Ждите вторую часть ремейка. Она будет не хуже, интересней. Так что с вами был канал Казоку Фэмили. Всем до встречи, дорогие друзья. Всем пока.